Сегодня у руля человек профессионал. Человек, имеющий за плечами опыт работы достаточно существенный. Я наблюдаю внимательно за тем, что происходит в больнице, какие встречи проходят. Личное погружение главврача во все процессы. Меня очень радует. Речь о Сергее Викторовиче Маркетане. Он вступил в должность главврача всего пару недель назад. За это время в больнице заработала этическая комиссия, цель которой – научить медперсонал уважительному отношению ко всем пациентам. Еще один вопрос, который затрагивали собравшиеся – нехватка кадров. Новый руководитель пообещал сохранить опыт Раменской гимназии, которая готовила сотрудников для ЦРБ, направляя их обучаться в медицинскую академию. Целевой прием не отменен, взаимодействие с ВУЗом не отменен. И хорошо, что мы сегодня услышали реакцию главного врача, что Рязанский медицинский институт будет взаимодействовать с нашим ЦРБ. Это очень хорошо. От бесплатных путевок в санаторий до палеотивной помощи. Совершенно разные темы поднимались на встречи. Одна из ключевых – как внедрить облегченный вариант оформления документов и сделать лечебное заведение более доступным для горожан. Любой житель Раменского городского округа, где бы он ни проживал, может записаться к любому специалисту Раменской областной больницы. И время ожидания не должно превышать тех временных интервалов, которые регламентируют наши территориальные программы госгарантии. Второй нюанс – это розничная торговля лекарственными препаратами рядом с местом жительства. И третий этап – это льготные лекарственные препараты, которые можно получить тоже рядом с местом жительства. Еще одна проблема, которая активно обсуждалась – профилактика ковидной инфекции. С декабря 2020 года по сегодняшний день в Раменском городском округе вакцинировано более 150 тысяч человек. Повторно прививку поставили 25 тысяч пациентов. Всего в Раменском работает 30 пунктов вакцинации, куда может обратиться любой желающий. Пенсионерам рекомендовано проводить ревакцинацию в два этапа, так же, как и первичную, с разницей в 21 день.